Всем привет! Уже июль месяц. Это означает, что массово начинает созревать разная ягода. Один из способов ее заготовки и приготовления, это, конечно, нами любимая пастила. У меня на канале есть несколько способов ее приготовления. Я оставлю ссылки на эти рецепты. Зайдите, посмотрите в описании под этим видео. И сегодня я буду готовить два вида пастилы. Хочу вам показать. Первая пастила будет малина. Здесь один литр. И нектарин. Эти пропорции можно брать 50 на 50, но малины у меня чуть будет побольше. И следующая пастила это черная смородина и кабачок. Кабачок берите чуть-чуть перезревший. Именно для пастилы, потому что чем моложе кабачок, тем больше воды. А нам нужна мякоть, потому что если вы высушите просто черную смородину, не смешивая ни с чем, она слишком будет концентрированная. То есть есть ее будет практически невозможно. Или потом будут болеть у вас зубы. И дети ее не так хорошо едят, как вот именно разбавленную. Значит, 70% берет черной смородины и 30% примерно кабачка. Также будет в эту пастилу добавлено еще по веточке лаванды. Все ягоды, овощи, фрукты для приготовления пастилы я использую сырыми. Итак, первая у меня малина. Я загружаю ее в блендер. Можно это делать и погружным. И сюда же высыпаем персики, нектарины. 30 секунд. Масса готова. Теперь я добавляю сахар. Все зависит от ягоды и от вашего вкуса. Я буду добавлять 4 ложки. Попробую, если будет недостаточно, еще добавлю. И опять взбиваем. Итак, получилась очень густая, хорошо взбитая, однородная заготовка для пастилы. Я беру силиконовый коврик для пастилы. Они шли вместе с комплектом к сушилке. Сушилка у меня Вольтера 1000 люкс. Смачиваю вату или бинт в растительном масле без запаха. И хорошо смазываю этот поддончик по краям и возле этого отверстия. Чтобы здесь не прилипали края пастилы. И только затем я беру этот поддон силиконовый и укладываю его на решетчатый поддон. Я это делаю для того, чтобы когда вы смазываете силиконовый поддон, чтобы масло не касалось именно сетчатого. Чтобы здесь не образовывалась вот эта желтая масса от масла. Когда она будет сушиться, масло будет застывать и образовывать пленочку на этих сетчатых поддонах. Чтобы этого не было, отдельно смажьте сначала силиконовый, а потом его уложите уже на сетчатый. Ну и здесь остается самое простое. Берем заготовку и выливаем по чуть-чуть на силиконовый поддончик для пастилы. Смотрите сами. Но чтобы было и не тонко и не толсто. Чем толще вы зальете заготовку, тем конечно она будет дольше сушиться. И не будет такая тонкая. Я делаю тонкую, чтобы скатывалась трубочка. Это все было и красиво, и вкусно. Толстую пастилу я не люблю. Я беру такую силиконовую кисточку. И аккуратно размазываю по поддону. Чтобы было все равномерно. Вот так. Аккуратно здесь возле краев, чтобы не затекала, никуда не подтекала эта масса. Чтобы равномерно все у нас с вами просушилось. Старайтесь сделать пастилу одинаковой. Потому что она будет сушиться в одной сушилке. И чтобы не было такого, что одна у вас будет сырая, а другая уже высохшая. Потому что я сушилку одновременно выключаю, чтобы уже пастилу убрать в холодильник. Значит, насчет костянок. Будь то клубника это или малина. У всех есть костянки. У некоторых сортов они более выражены. Их больше. А у некоторых меньше. У меня малина имеет мало костянок. Я ее через сито не делаю. То есть костянки я не убираю. Всем нравится. Они особо не чувствуются. Поэтому нет необходимости. Чуть-чуть вот таким движением, как вы сеете муку. Еще раз перераспределите ее. Все устанавливаем. На сушилку. И у нас следующий силиконовый поддончик. Малиную и клубнику я не сушу по одной. То есть чисто малиновая или чисто клубничная пастила. Мне она больше напоминает варенье. Поэтому я люблю малину и клубнику миксовать. Добавляйте априкос, персик. Что у вас выросло в огороде, как говорится. Вкусы, конечно, у всех разные. Поэтому нужно искать свой вкус. Вообще пастила, она вкусная, любая, мне кажется. Все, я продолжу. Когда начну уже второй вид пастилы делать, я подключусь. Так, малиново-персиковую пастилу я заложила. У меня получилось 5 поддонов. Теперь я даже не буду мыть блендер. Закладываю сначала кабачок или цукини. Обязательно счищайте кожуру. Вытаскивайте семечки и мелко нарезайте. Закладываю и сначала взбиваю, конечно же, кабачок. Теперь добавляю черную смородину. Ее, конечно, нужно промыть и обязательно просушить, чтобы ягода была сухой. Затем добавляю 4 ложки сахара. Можно это сделать чуть-чуть попозже. Я сразу добавлю. Если мне покажется мало, я добавлю сахар еще. Мед я не добавляю. У нас в семье с медом пастилу как-то не особо. Следующая заготовка кабачково-черно-смородиновая готова. Смотрите, как блендер. У меня борг, он просто идеально в пушинку взбивает массу любую. Этой пастилы у меня тоже получилось 5 поддонов. И для легкого тонкого аромата я положила по 2 веточки лаванды. Получается просто замечательно. Попробуйте. Все, теперь сушилку ставлю в работу. В общей сложности у меня получилось 10 поддонов. Я выставляю температуру на 45 градусов. И завтра уже, когда пастила будет готова, я подключусь. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Итак, пастила готова. Значит, поставила я на сушку в 5 вечера, а выключила в 5 утра. Весь процесс, как снимаю с поддонов, нарезаю и скручиваю, я вам показала подробно. Значит, теперь храню я в таком пластиковом пищевом контейнере, застилаю пергаментной бумагой дно и каждый слой, вот следующий слой, я также перестилаю вот так бумагой. Это я делаю для того, чтобы она не слипалась между собой и она, мне кажется, лучше и хранится. Обязательно я ставлю этот ящик, ну, во-первых, я его накрываю крышкой и храню эту пастилу только в холодильнике. Я пробовала, мне советовали хранить и просто в темном месте, типа кладовки. Ничего у меня не получается, как-то она портится и внешний вид у нее не такой красивый остается. А вот именно в холодильнике один-два таких контейнера, они совсем не помешают. Холодильник у меня большой, поэтому у меня хранить такую пастилу есть возможность. И такой две коробки на семью, среднюю семью, да, очень достаточно поесть вдоволь еще и угостить. Вот здесь у меня всего лишь посушено 10 поддонов пастилы. Это 5 малиново-нектариновой пастилы. И здесь у меня черно-смородиновая кабачковая пастила. По 5 поддонов. Смотрите, здесь совсем чуть-чуть. И все. Итак, я буду переселать слой. И по мере приготовления я сюда буду докладывать уже эти трубочки. У меня на сегодня все. Я вам желаю хороших и вкусных заготовок. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok